Какие тяжести воздействуют на нас? Тяжесть номер один, инстинкты, эволюция. Тяжесть, вы думали бы правильно, но понимаете, у вас есть настройка, что вы своя рубашка ближе к телу. Это эволюционная вещь, ну как бы нормальная, понятная. Она будет вас тянуть, и поэтому вы уже не можете здесь быть объективным. Ваша пава пошла, так сказать, под шофе. Вторая. Психический аппарат, мозг как таковой, у него есть определенные способы создания модели реальности. Например, языковая картина мира, лингвистическая картина мира. Как Эйнштейн в свое время пошутил, не пошутил, а серьезно сказал, границы моего языка определяют границы моего мира. Кроме этого, есть куча других вещей. Например, ваш прожитой опыт. Если что-то стало вашим опытом, это не то же самое, что что-то, что не было вашим опытом. Они оказывают разное влияние. То есть просто особенность психических процессов тоже будет воздействовать на грациозность движения вашей мысли. И социокультурные факторы — это третья сила, которая приводит к искажению наших мыслей. Вы разговариваете с человеком, и если он моложе вас, вы считаете его глупее. Хотя Эйнштейн написал свою научную... Его главные четыре научные работы были написаны в 25 лет, в 26. Но когда с вами молодой человек, вы чувствуете себя, что он глупее. Почему? Ну, это социокультурная установка. Ну, вот так вот, как бы в этом. Если это женщина, а не мужчина, вы считаете, что, скорее всего, это недостаточно профессионально, если это говорит мужчина. Особенно если мужчина говорит строгим голосом. Это вообще произносит сногсевательный эффект. Какую бы ересь он ни нес. Продолжение следует...